Особый вид виртуальных методов — это чистые виртуальные методы или абстрактные методы. Это виртуальные методы, у которых отсутствует реализация. Давайте посмотрим, как они могут использоваться. Пусть у базового класса Person объявлен некоторый виртуальный метод Occupation, что в переводе означает труд деятельности, у которого отсутствует реализация. То, чтобы показать, что методы отсутствуют реализации, используется специальное обозначение равно 0. Так как у данного класса объявлен метод без реализации, абстрактный метод, то сам класс становится абстрактным. Абстрактным в том смысле, что нельзя создать экземпляр этого класса. Почему? Ну, предположим, можно было бы создать экземпляр этого класса. Ну, например, можно было бы определить переменную типа Person. Тогда у этой переменной можно было бы вызвать метод Occupation. А у данного метода отсутствует реализация. То есть этот вызов привел бы к ошибке. Поэтому компилятор запрещает создавать экземпляры класса, у которого есть абстрактный метод. Данный код приведет к ошибке компиляции. Несмотря на то, что сам класс является абстрактным, и его экземпляры создавать нельзя, можно унаследоваться от данного класса и определить абстрактные методы уже в классах-наследниках. Например, можно создать два производных класса Student и Professor, и в каждом из этих классов определить метод Occupation своим собственным образом. Ну, например, в Student будем возвращать в качестве рода деятельности студент, а в Professor — и, соответственно, профессор. Таким образом, у нас получилось две различные реализации этого метода Occupation. Несмотря на то, что создавать экземпляры класса Person нельзя, можно создавать указатели и ссылки на значения типа Person. Это делается для того, чтобы можно было работать с объектами производных классов при помощи одного и того же кода. Предположим, у нас есть большой список людей, ну, состоящих, например, из студентов и профессоров. Тогда можно написать код в терминах указателя на базовый класс, который обрабатывает различные классы, ну, в данном случае студентов и профессоров, единым образом. Посмотрим, как это можно было бы сделать. Пусть у нас есть некоторая функция NextPerson, которая возвращает следующего человека в этом списке. И эта функция будет возвращать указатель на тип Person. Мы знаем, что экземпляр типа Person создать нельзя. Это значит, что указатель ссылается на объект либо типа Student, либо типа профессор, либо какого-то другого класса, который также унаследован от класса Person и также переопределяет метод Occupation. Далее мы можем вызвать метод Occupation, и за счет того, что данный метод является виртуальным, будет вызван соответственный метод, то есть соответствующая реализация этого метода из конкретного класса, основываясь на типе того значения, на который указывает указатель P. Субтитры создавал DimaTorzok